Добрый день, это новости в студии Анна Маскаленко и в начале выпуска коротко расскажу о главном. С ростом цен на корма и медикаменты владельцы приютов для животных оказались в сложной ситуации. Наши корреспонденты поговорили с руководителем Ласки. Подробности в выпуске. Барнаурские киносети пытаются остаться на плаву в условиях международных санкций. Накануне в Краевых кинотеатрах прошла премьера фильмов «Брат» спустя 25 лет после релиза. Хоккеисты «Динамо Алтай» уступили в четвертой полуфинальной встрече с красноярскими рысями. Детали встречи через несколько минут. В Бийске у коммунального моста провели бурение льда. Такие противопаводковые мероприятия организуют в городе ежегодно. После бурения лед становится не таким крепким. Он начинает ломаться и крошиться, не повреждая конструкции. У каждой опоры делается не менее 60 лунок. Сотрудники Бийской службы спасения проводят необходимые расчеты и составляют схемы бурения. Решение о проведении взрывов льда на реке еще не принято. Напомню, специалисты ожидают, что вскрытие рек придется на период с 10 по 15 апреля, а ледоход на 10-25 апреля. Основной паводок пройдет с 25 апреля по 15 мая. К другим темам. С ростом цен на корма и медикаменты владельцы приютов для животных оказались в сложной ситуации. При этом ряд социальных сетей заблокировали. Именно там пользователи активно жертвовали средства. О том, как собираются выживать в этой ситуации волонтеры, в нашем следующем сюжете. Ежедневно в приюте Ласка варят для собак 800 литров геркулесовой каши с мясом. Цена на эту крупу, по словам владельцев, возросла почти на 15%. Еще сложнее с кошками. Они питаются сухим кормом, цены на который возросли еще больше. Самая сложная ситуация со специальным кормом для больных животных. Он практически исчез из продажи. Все труднее становится собирать пожертвования. Основные поступления шли через Инстаграм. Сеть признана в России экстремистской. Действительно, у нас очень популярна была социальная сеть, которая сейчас закрылась. И основные все-таки сборы, и в том числе отклики, что-то принести, что-то привезти, прийти на субботник или еще что-то, были самые активные там. И сейчас у нас есть сложность. Мы в настоящий момент усилили присутствие наше в других социальных сетях. Там немножко аудитория такая, она пока не такая отзывчивая, скажем так. Завели тоже свой телеграмм, но пока только на стадии его становления. Цена на медикаменты возросла в среднем на 20%. Наркоз, который использовали в приюте «Ласка» для стерилизации животных, перестали ввозить в страну. Сейчас волонтеры ищут аналоги. Конечно, мы сейчас в ситуации такой немножко тревожной находимся. При этом мы все-таки рассчитываем, что, может быть, объем благотворителей возрастет. Добрые поступки, они очень часто, как раз в тяжелых временах, их количество увеличивается. Владельцы приютов напоминают, лучшее, что можно сделать для бездомных животных – забрать их домой. Также нужна помощь с уборкой территории и приобретением корма. Сегодня в «Ласке» содержится больше 600 собак и около 200 кошек. Если благотворительные сборы сократятся, приют перестанет принимать новых животных. Встанет вопрос, что делать с теми, кто уже здесь. Волонтеры надеются на лучшее. Юлия Шламова, Алексей Михайлов. Новости. Очередная акция по сбору вторсырья пройдет завтра в Барнауле. Мобильный экодвор начнет свою работу в 10.00 и будет продвигаться по городу. Стационарная точка впервые откроется рядом с домом быта по адресу проспект Ленина, 106 Г. Она будет работать с 12 до 15 часов. Волонтеры акции принимают металл, стекло, макулатуру, пластик с маркировками 1, 2, 4 и 5. А также вещи для фонда «Доброе сердце», помощь для приюта «Ласка», книги, посуду и одежду в хорошем состоянии. Завтра можно будет сдать старые зубные щетки и пластиковые карты. Акция проходит при поддержке отдела по охране окружающей среды и неравнодушных жителей города. Маршруты мобильного сбора и другие подробности ищите в социальных сетях «Движения мусора больше нет». Пятый театральный фестиваль «Облепиха» проходит в Алтайском государственном университете. Он собрал коллективы из Павловска, Новоалтайска, Заринска, а также Новосибирской области и Республики Алтай. Подробнее о нем расскажет моя коллега Юлия Шеламова. Прямо сейчас она на прямой связи со студией. Юлия, здравствуйте! Вам слово. Здравствуйте, Анна! Юбилейный театральный фестиваль «Облепиха» растянулся на целую неделю. Уже в понедельник коллективы приехали в Барнаул и приступили к репетициям. С тех пор члены жюри успели выбрать лучшие коллективы в номинациях «Авторское видео», «Художественное слово» и «Эстрадное творчество». Сегодня же сердце фестиваля направление «Театральное творчество». И сколько заявок поступило в этой номинации, узнаем у организатора Кирилла Скобелина. Кирилл, здравствуйте! Здравствуйте! Сколько сегодня придется спектаклей отсмотреть? Сегодня 14, завтра 12, в общем, 27 заявок всего мы получили именно в театральном направлении от наших коллективов, не только нашего города Барнаула, но со всего Алтайского края, Новосибирской области, Горная Алтай. В общем, 27 спектаклей жюри придется оценить. Но это только в очной форме. Я знаю, что есть еще и в заочной. Да, в заочной форме, там еще больше заявок, поэтому фестиваль, пятый юбилейный, получился таким масштабным, и мы этому очень рады. А мы уже сегодня или завтра сможем узнать результаты? Результаты только на галоконцерте. На награждении в это воскресенье в 16.00 в корпусе ЦЭЛ Тайского госуниверситета в актовом зале будет проходить награждение коллективов, галоконцерты. Там только коллективы узнают, кто какое место занял. В галоконцерты он включит лучшие номера еще? Да, лучшие номера в каждом направлении. То есть лучшие, не только лучшие, которые победили, но в принципе те номера, которые понравились жюри, которые жюри решило, что они будут самые яркие на галоконцерте. И вот из видеотворчества, из художественного слова, из эстрадного творчества, театрального творчества такие работы будут представлены. Каждый и любой может спокойно посетить галоконцерты? Да, вход у нас свободный, открытый, бесплатный, поэтому приходите, посмотрите, как у нас, в общем-то, прошла пятая юбилейная облепиха. А что тогда завтра? Что завтра ждет коллектива? Завтра в первую очередь ждет продолжение театрального направления. Спектакли будут продолжаться. Идти они будут до самого вечера, до девяти вечера точно. Ну а с утра в десять утра состоятся мастер-классы для руководителей театральных коллективов от наших членов жюри, приезжих из города Москвы на тему режиссуры, на тему работы с коллективами. В общем, такая вот, я надеюсь, прокачка получится с утра для руководителей. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо. Более подробно о фестивале мы расскажем в следующих выпусках новостей. А сейчас я передаю слово в студию. Анна. Спасибо, Юлия. Да, будем ждать от вас подробностей. И продолжаем выпуск. Барнаульские киносети пытаются остаться на плаву в условиях международных санкций. Накануне в краевых кинотеатрах прошла премьера фильма «Брат» спустя 25 лет после релиза. Анастасия Меншакова расскажет, что сейчас происходит на барнаульском рынке кинопроката. История «Дембеля» Данила Багрова, который приехал вершить справедливость в Петербурге конца 90-х годов прошлого века, все еще привлекает внимание зрителей. 24 марта в барнаульских кинотеатрах прошли 4 сеанса «Брата». Продали 2 трети билетов. Культовый фильм давно уже разошелся на цитаты. Город – это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силы. Вот и ты пропал. Решение показать классику российского кинематографа на больших экранах приняли после того, как ряд голливудских киностудий приостановил прокат фильмов в нашей стране. Долгожданного «Бэтмена», например, отменили за день до премьеры. Я изучила сетку одной из барнаульских сетей. В ней сейчас 22 фильма, половина из которых российского производства. Кажется, они пошли по пути крупнейших киносетей страны. Издание РБК «Ссылка на ведомости» сообщает, что крупные киносети страны планируют переориентироваться на российский контент. Премьеры, кинохиты прошлых лет и советский «Золотой фонд». Планируют показывать зарубежную классику, индийские и южнокорейские картины. Коммерческие барнаульские кинотеатры пока воздерживаются от комментариев. Вы готовы платить за такие фильмы и ходить на них в кинотеатры? Ну, если фильмы интересные, если меня заинтересуют, то вполне да, почему бы и нет. Я не против ни нашего кинематографа, ни индийского. Вы вполне разумное решение считали. Да, готов. Если это будет интересное кино, качественное, ну, почему бы и нет. В принципе, я думаю, сейчас технологии дошли до того уровня, что многие страны, тем более корейские, да, там, технологически продвинутые, могут снимать не хуже американских, я думаю. А вот вы на какое кино сегодня пришли? А я ребенка отвел, он мультики смотрит. То есть мы на мультики будем смотреть наши неплохие мультики сейчас пошли. Ну, конечно. На наши фильмы с удовольствием спорят. Прошла премьера «Нокаут», потом «Шахматист». Я своим детям бы порекомендовала такие фильмы. Однозначно. В Барнауле есть кинотеатр, правда государственный, который и раньше не показывал наиболее кассовые голливудские новинки. Это премьера. Непростое время сложилось на сегодняшний день с киноотраслью. Наверное, сложнее коммерческим кинотеатрам, которые показывали блокбастеры, которые гнались за голливудским кино. У нас все-таки в кинотеатре сложилась другая ситуация. Мы работаем с иным кино, работаем с альтернативным кино. На сегодняшний момент наше кино востребовано. Нас знают в городе, и многие едут из отдаленных уголков, именно говорят, а вот в премьере есть что посмотреть. На каждый сеанс в премьеру приходит от 20 до 40 зрителей. Пока что по старым ценам – 150 рублей. Барнауцкие кинотеатры стоимость билетов и продукции в кинобаре пока повышать не планируют, чтобы не отпугнуть зрителя. Об этом нам сообщило руководство премьеры и сети «Киномир». Хотя международные санкции ударили не только по репертуару. Еще одна боль – рост цен на комплектующие для цифровых кинопроекторов. Лампа в нем рассчитана на полторы тысячи часов работы. Ее рыночная цена в конце прошлого года составляла 100 тысяч рублей. Сейчас она возросла на 80%. Затраты в крупных коммерческих киносетях возрастут. Киноиндустрия только начала оправляться после пандемии. И непонятно, поможет ли заморозка цен и новый подход к репертуару сохранить аудиторию и доходы. Но то, что на дневной сеанс фильма «Брата» купили две трети билетов, дает надежду продержаться на плаву. Анастасия Меншакова, Николай Бойко. Новости. И о спорте. Хоккеисты «Динамо Алтай» уступили в четвертая полуфинальная встреча с красноярскими рысями. Барнаульцы пропустили пять шайб, а забили лишь три. Первый период завершился в пользу хозяев. Два-один. И если в начале встречи надежды на победу динамовцев еще сохранялись, то затем красноярцы увеличили разрыв в счете до четырех голов. Пять-один. Алтайские хоккеисты в роли догоняющих отыграли лишь две шайбы. Общий итог встречи – пять-три. Уверенная победа красноярских рысей. В серии до четырех побед. Теперь ничья. Два-два. Следующий матч барнаульцы проведут на домашней Титов-арене уже в это воскресенье. В 17.00 трансляцию покажет наш телеканал. И на этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Эфир продолжат мои коллеги. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!